Куда смотрит власть, вопрошают жители массива Кызыл-Абат, проживающие недалеко от областного центра. Отсутствие качественного дорожного покрытия, электричества и интернета. С такими реалями приходится мириться кызыл-абатцам уже не первый год. Подробнее в материале. Живем от города всего в 50 метрах, а посмотрите в каких условиях. Не дорога, а болото какое-то. Свет слабый. Сколько же можно уже терпеть? Сколько раз обращались и никаких результатов. Это крик о помощи кызыл-абатцам, проживающих вблизи города Тараза. Десять лет назад, когда село Кызыл-Абат Джамбулского района вошло в состав областного центра, радости жителей не было предела. Они надеялись, что проблемы с газом, водой, электричеством и дорожной инфраструктурой наконец-то будут решены. Прошло несколько лет, а ситуация так и осталась без изменений. Сюда к нам не проведена питьевая вода. Колодец находится в двухстах метров от нас, а наши дороги... Посмотрите, с приходом осени у нас особо не разбыляешься, будешь по уши в грязи. Свет тоже слабый. В зимний период приходится сидеть рядом с лампой, чтобы хоть что-то разглядеть. Из-за коронавируса наши дети-внуки перешли на дистанционку. А как мы сможем заниматься, когда сигнал интернета не проходит? Уже 32 года Калдыкультуганбаева проживает на улице Бекиева. В советское время мы ни в чём не нуждались, а теперь и воды испить не можем. Сетует жительница села Кызалабад. Нашу воду пить невозможно. Летом в ней появляются какие-то красные черви. Дети часто болеют различными инфекционными заболеваниями. В больнице лежат. И это сущая правда. У каждого из нас есть небольшие колодцы. Но этим летом с водой совсем было туго. Настоящую засуху мы пережили. Огороды было нечем поливать. И это не все беды кызалабадцев. Помимо питьевой воды, проблемы здесь и со светом. Уже три года, как они пребывают в темноте. Особенно тяжело в зимнее время. Кызалабад АУН. Пока будут разрабатываться проекты и проводиться соответствующие работы. Народу, получается, придётся сидеть дома. Но ведь и с интернетом тоже проблемы. При этом местные школьники как-то умудряются обучаться дистанционно. Очень тяжело нам даётся это дистанционное обучение. Связь до того слабая, что толком дети учиться не могут. Сюда добавляются и проблемы с плохими дорогами. Весной и осенью по ним не пройти, а летом от них задохнёшься. Дороги плохие видите же сами. С детьми не выйдешь лишний раз на улицу, особенно осенью. Вот бы подремонтировали, было бы хорошо. Куда мы только не ходили жалобы. Никто ничего не делает. Никакого ответа. Хоть бы вы помогли нам. На вопрос, когда исполнится желание жителей, чьи вера и терпение почти достигли предела, ответственные лица ответили следующее. Перед выкладкой асфальта необходимо провести воду. Затем решить вопрос электроэнергии. Когда эти проблемы будут улажены, только тогда мы и начнём благоустройство. Если мы сейчас выделим средства на прокладку дороги, когда будут проводить воду, придётся заново всё стелить. Проектно-сметная документация полностью готова. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Будет дано заключение и выделены средства. Вначале на проведение электричества, после на водопровод, а потом и на ремонт дороги. Я не могу вам назвать точную дату. Всё будет проходить постепенно. Когда же проблемы и чаяния, и без того уставших от обещаний козылабацев будут решены неизвестно. Остаётся только ждать заключения государственной экспертизы и выделения государственных средств.